После поступления сигнала на пульте дежурного в пожарную часть номер 2, расположенную на улице Горького, огнеборцы меньше чем за минуту собрались и выдвинулись в путь. На этот раз днем, 18 декабря, вызов оказался ложным. В детском саду, расположенном в Дашково-Песочне, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в здании решили организовать проверку оборудования, перед этим не предупредив пожарных об этом. Чтобы не случилось, пожарные, они же спасатели, готовы сразу же прийти на помощь. С 1 января 2002 года почти 300 тысяч сотрудников государственной противопожарной службы вошли в состав МЧС России. С тех пор в функции огнеборцев входит и проведение аварийно-спасательных работ. Каждая часть нашего города имеет лицензию, так называемый допуск на проведение аварийно-спасательных работ. Каждый сотрудник нашей части – аттестованный спасатель, который подтверждает, защищает свою квалификацию раз в три года. По словам самих спасателей, за последние годы структура МЧС получила большое развитие. Повысилась социальная защищенность сотрудников, государство выдает им премии и квартиры. И, конечно же, все чаще происходит смена парка пожарных автомобилей. Этот красавец только недавно появился в Рязанской пожарной части. Машина предназначена в большей степени для ликвидации последствий аварийных ситуаций на дороге. На каждой пожарной машине у нас есть гидравлический инструмент, с помощью которого режутся машины, вытаскиваются пострадавшие, есть носилки специальные. Для вскрытия дверей есть специальное устройство. Для поднятия автомобиля, если они перевернулись. Для вскрытия металлических дверей при пожарах в жилых домах чаще всего используется бензорез. Этот же автомобиль оснащен и всем необходимым для тушения возгорания. Его можно подключить к пожарному гидранту. Собственная цистерна для воды здесь небольшая. В отличие от этого КАМАЗа, который принимал участие в том числе и в тушении лесных пожаров в 2010 году. Так что в зависимости от ситуации из шести различных автомобилей, пожарные этой части выбирают наиболее подходящий и выдвигаются на место ЧП. В зависимости от ранга пожара на место могут съехаться десятки автомобилей. Одним из объектов повышенного внимания, который находится на охране этой пожарной части, является драмтеатр. На драмтеатр у нас пожар номер 3. Это будет 16 цистерн, 4 автолестницы, автомобиль газодымзащитной службы, автомобиль штабной и привлекаются спасатели городские и областные наши. Так что в случае спасения драматического театра будет задействовано как минимум 100 человек. При этом каждый из сотрудников МЧС является крепким духом, человеком. Спасатели – очень организованные люди, умеющие четко и грамотно выполнять свои функции. За это их ценят не только население, но и государство. К примеру, Виталий Болонин в 2006 году получил награду от правительства Рязанской области за спасение погибавших. Пожар произошел в топ-диспансере, горел регистратур, было сильное задымление и я спасал дежурного врача по автолестнице с четвертого этажа здания, за что и получил данную награду. И таких людей в нашей области достаточно много. А пока город живет без пожаров и аварий на опасных ситуациях, сотрудники пожарной охраны не сидят на месте. 18 декабря они провели проверку нескольких социально значимых объектов. В преддверии новогодних праздников нами проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта, где будут проводиться елки с массовым пребыванием людей, детей. Вот именно в данный момент было проведено обследование кинотеатра «Октябрь». Пожарные спасатели проверили исправность пожарных гидрантов, расположенных рядом с объектом, работу эвакуационных выходов и пожарных кранов в самом здании, а также провели противопожарный инструктаж с руководством объекта. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город».